События дня в настоящем времени. В студии в Вашингтоне я, Юлия Аппл. Здравствуйте, смотрите сегодня. Нападение на журналистов в Ингушетии. Медиазона объявляет о создании независимого профсоюза. В Тбилиси Сухуми и Цхинвали обменялись заключенными. Впервые переговоры прошли без посредников. И американская судмедэкспертиза установила причину смерти Михаила Олесина. Михаил Лесин, бывший советник президента России Владимира Путина, экс-министр печати и инициатор создания телеканала Russia Today, умер от травм головы, полученных вследствие применения грубой силы. Это заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Вашингтоне. Напомним, тело Лесина было обнаружено в столичном отеле DuPont Circle в ноябре прошлого года. С нами на связи из этого отеля наш корреспондент Роман Мамонов с подробностями. Рома, приветствую, тебе слово. Да, Юля, приветствую. Вот он, за моей спиной, отель Washington DuPont Circle. Абсолютно средней руки, 4 звезды, 216 долларов за одну ночь. Именно здесь, более 4 месяцев назад, скончался Михаил Лесин. И вот накануне, совершенно неожиданно для всех, бюро судмедэкспертизы Вашингтона и столичная полиция обнародовали совместное заявление. Вот, голосу Америки удалось получить его. Мы можем его показать нашим зрителям. Оно очень короткое. Михаил Лесин, 59 лет, гражданин России, причина смерти. Удары тупым предметом по голове, также отдельно нанесенные ранения в результате удара тупыми предметами на шее, торсе и верхних и нижних конечностях. Почему это неожиданность? Потому что еще 9 марта то же самое бюро судмедэкспертизы заявляло, что им не хватает времени, они намерены потратить дополнительное время на проведение всех необходимых экспертиз. Ровно через сутки все поменялось и они обнародовали вот этот документ. Тем не менее, эксперты отмечают, что было потрачено непривычно большое количество времени, больше 4 месяцев. Ну, точно уж ранения в результате, там синяки очевидно какие-то, в результате избиения, видимо, или какой-то драки, можно было заметить сразу, а не спустя 4 месяца. И почему следствие, почему судмедэкспертизы тянули с обнародованием этой информации, непонятно. Кроме того, в этом документе не указывается, что, собственно, послужило причиной для появления таких травм. Источники газеты New York Times утверждают, что на записи камер наблюдения отеля в вечер, когда Михаил Лесин вернулся в номер, видно, что он был в изрядно потрепанном состоянии. Видимо, с кем-то подрался, что ли. Но район Дюпон-Секол, это все-таки приличный район. Здесь, ну, не криминальное какое-то место. Вокруг посольства, офисы солидных организаций. И надо постараться, видимо, чтобы найти себе приключения здесь. Так что вопросов в этой истории еще много, как и, например, что вообще делал Михаил Лесин в Вашингтоне. Я, кстати, должен напомнить, что в отношении бывшего министра печати России вообще в Америке велось расследование в 2014 году по требованию одного из конгрессменов, который заявлял, что явно тут какие-то есть проблемы с отмыванием денег. Потому что он заявлял, что имущество, которое на западном побережье в Калифорнии, оценивается в 28 миллионов. И, мол, откуда бы у министра печати такие деньги? Сам Лесин тогда заявлял, что это не его имущество, а имущество детей, которые действительно живут здесь, в Соединенных Штатах. Так что мы ждем новой информации. В полиции заявили, что расследование продолжается. Но, как заявляют эксперты, по всей видимости, теперь уже это дело будет квалифицировано как уголовное преступление и будет расследоваться как убийство. Юля. Да, и мы будем следить за развитием событий. Рома, спасибо. Роман Мамона в прямом эфире у вашингтонского отеля DuPont Circle. И эту тему продолжат коллеги в Праге. Тимур, пожалуйста. Спасибо, Юля. Подробности, которые проливают свет на обстоятельства смерти влиятельного российского медиа-менеджера, породили шквал конспирологических версий даже в российских СМИ. А официальный представитель российского МИДа Мария Захарова почти сразу после появления новостей в американской прессе написала вот такой комментарий. Посольство России в США неоднократно по дипломатическим каналам направляло запросы о ходе расследования обстоятельств смерти российского гражданина. Никакой субстантивной информации американская сторона нам не сообщала. Если сведения, озвученные сегодня в СМИ, подтвердятся, российские компетентные органы направят американской стороне запрос о международной правовой помощи. Но и стоит напомнить, кем был всемогущий, как его называли при жизни, Лесин. В 1996-1997 годы начальник управления президента Российской Федерации по связям с общественностью считался автором слогана «Голосуй сердцем» и еженедельных радиообращений президента Бориса Ельцина в рамках президентской кампании. В 1997-1999 годы первый заместитель председателя Всероссийской государственной телевизионной и радиообещательной кампании. В 1999-2004 годы министр по делам печати, телерадиообещания и средств массовых коммуникаций. Ключевая фигура предвыборного штаба блока «Единство» и Владимира Путина. На посту министра печати Михаил Лесин участвовал в переходе актива в медиамоста Владимира Гусинского под контроль «Газпрома» и в разгроме старого НТВ. В сентябре 2000 года премьер-министр Михаил Касьянов сделал устный выговор министру Лесину за вмешательство в спор хозяйствующих субъектов. 2004-2009 годы. Советник президента Российской Федерации. 2013-2015 годы. Председатель правления ОАО «Газпром Медиа Холдинг». За год до смерти Михаила Лесина российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о том, что бывший госчиновник владел недвижимостью в Америке на 28 миллионов долларов. Незадолго до смерти сам Михаил Лесин говорил изданию «Форбс», что опасается за свою семью в связи с расследованием, начатым ФБР. И вот что говорили российские СМИ о смерти Михаила Лесина в ноябре прошлого года и что они говорят сейчас. На 58-м году жизни умер бывший глава «Газпром Медиа» Михаил Лесин. В прошлом министр печати и советник президента. Его тело нашли в номере гостиницы в центре Вашингтона. Бео новости со ссылкой на представителя семьи сообщили, что у него случился сердечный приступ. Президент высоко ценит вклад Михаила Лесина в становление современных российских средств массовой информации. Неожиданные подробности относительно обстоятельств смерти. По новой информации экспортер получил тупые травмы головы, несовместимые с жизнью. В его теле были обнаружены тупые травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Была ли это насильственная смерть или несчастный случай в заявлении не говорится. В Генконсульстве ждут уточненные информации от американских властей. Ждем от Вашингтона соответствующих разъяснений и официальных данных относительно хода расследования. А в Ингушетии, в городе Назрань, сегодня прогремел мощный взрыв. На воздух взлетел автомобиль, припаркованный возле Насырк-Картовской мечети. Взрыв произошел после пятничной молитвы. Пострадал один человек, случайный прохожий. Взрыв стал вторым громким происшествием за последние дни, которым приходится заниматься силовикам Ингушетии. Прямо сейчас они расследуют обстоятельства избиения журналистов, которое произошло в среду вечером. Среди пострадавших оказалось два иностранных журналиста. В поездку по Чечне сотрудников СМИ пригласил глава комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Они выезжали из Ингушетии. Чеченские власти сперва обвинили правозащитников в том, что они сами спровоцировали нападение. А сегодня следователям из Ингушетии не дали провести необходимые действия в гостинице в Грозном, где журналисты снимали номера. Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров рассказал настоящему времени, как он узнал об этом нападении. Ну, первое, узнал из заклада секретаря Совета Безопасности о том, что произошло. Второе, в любом случае, нравится, не нравится, хорошие, неплохие. Нельзя допускать таких провокаций по отношению к журналистам или вообще к правозащитникам. Политика – это такая грань, когда любой политик становится объектом внимания и объектом политики. И поэтому те, кто не выдерживает критики, должны уходить с политикой, мне так кажется. Сейчас в Ингушетии находится главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Он прилетел в республику к корреспонденту издания Егору Сковороде, пострадавшему во время нападения неизвестных людей на машину журналистов и правозащитников на границе с Чечнёй. Прямо сейчас в здании МВД проехал министр, такое сопровождение с жипом, с мигалкой. Мы узнали от наших коллег, что норвежский журналист сейчас уже уехал в Беслан и улетел. Сергей Смирнов встретил корреспондента «Медиазона» Егора Сковороду возле отделения милиции «Магаса», где он отвечал на вопросы следователей. После нападения на журналистов их коллеги в Москве встали в одиночные пикеты возле администрации президента России в Москве. А главред «Медиазоны» Смирнов объявил о создании независимого профсоюза журналистов. В Грузии произошел беспрецедентный случай обмена заключенными между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. После восьми месяцев скрытых переговоров между грузинскими, абхазскими и юго-осетинскими властями стороны обменялись арестованными. При этом бывшие заключенные Тбилисской, Сухумской и Цхинвальской тюрем отбывали длительные сроки за шпионаж и за терроризм. Все это произошло впервые напрямую без российских посредников. Подробности у Зураба-Двали. Грузинские журналисты оповестили об обмене заключенными на мосту Ингури в Абхазии в последнюю минуту. Такую секретность понять можно. На кону была судьба 17 человек, освобождения которых уже долгие годы добивались в стороны. Госминистр Грузии лично сверяет список доставленных на обмен граждан страны. Ваша фамилия? В Шайдане. Асейвадьяна? Да. Это девича Асейвадьяна. Хорошо. Асейдин уже передали. Давай, позвоните, позвоните. Пожалуйста, проверьте. Власти самопровозглашенной Абхазии передали представителям официального Тбилиси девять человек. Большинство уроженцы Абхазии осуждены за шпионаж в пользу Грузии. Сначала я в Сухуме сидел. Год и два месяца. Мне грозил пожизненный срок. Не ожидал освобождения. Двенадцать лет присудили. Отсидел из них четыре. Из цхинвальской же тюрьмы были освобождены и переданы грузинской стороне в районе села Иргнет и четверо граждан Грузии. Сразу после того, как цхинвальцы Георгий Засеев, Иосиф Кочев, Борис Турашвили и Гигов Алишвили были доставлены на Игурский мост. Последние были осуждены в 2005 году за организацию теракта в городе Горь. Это первый беспрецедентный обмен заключенными такого рода. И в Тбилиси верят, что появилась надежда на укрепление, взаимопонимание и доверие между сторонами. Это очень важно. Это в конце концов как раз мироторческого процесса. Мы хотим, на самом деле, начаться новый этап грузино-абхазских, грузино-асситинских отношений. И гуманитарные вопросы всегда приходят во главу угла. И я доволен. Надо сказать, что грузинские власти обратились заранее к президенту Грузии с просьбой о помиловании осужденных за терроризм. И только после этого освободили заключенных. Зураб Двали. Настоящее время Грузия. Журналисты, эксперты и политики обсуждают интервью президента США Барака Обамы, которую он дал американскому изданию. На русский язык это интервью перевели почти сразу и растиражировали с небывалой силой. Юля, что же это за такое знаковое интервью? Тимур, это очень обширное интервью, которое Барак Обама дал журналу «Атлантик». В нем он говорил в том числе и о своей внешней политике, об Украине, России и Путине. Далее цитаты из него. Президент России Владимир Путин действовал в Украине в ответ на то, что зависимое государство собиралось высказнуть из его рук. И он импровизировал таким образом, чтобы сохранить свой контроль там. Утверждение, что Россия неким образом сейчас находится в более выгодном положении в Сирии или в Украине, чем до вторжения в Украину или до того, как они развернули свои вооруженные силы в Сирии, это признак принципиально неправильного понимания природы силы в международных отношениях или в целом в мире. «Настоящая сила означает, что вы можете получить то, что вам нужно, не применяя насилие. Россия была гораздо более мощной, когда Украина выглядела как независимая страна, но была клептократии, которой он мог управлять». В Кремле заявили, что ознакомились с публикацией. Безусловно, принято к сведению все сказанное в этом интервью, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Следственный комитет России провел обыск в квартире члена полицовета Парна с Натальей Пелевиной. 10 марта она стала подозреваемой по статье 138 пункт 1 Уголовного кодекса. Это незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. По словам самой Пелевиной, визит следователей стал для нее неожиданностью. Безусловно, не ожидала я нового обыска. Да, у меня было пару допросов за последний месяц, но, честно говоря, ничего не предвещало. И то, что они возбудят новое уголовное дело, вот по этой 138 статье, это оборот технических средств, направленных на сокрытую запись информации. Я, конечно, не думала, что такое вообще возможно. Связано это с одним предметом, который еще год назад был изъят у меня во время предыдущего обыска. Это ручка, которая в свободной продаже находится во всем мире. Там за 60 долларов в любом магазине таких гаджетов ее можно, забавных гаджетов и подарков ее можно приобрести. Она имеет одну функцию, вот помимо, ну, она имеет функцию, там, действительно, видеозаписи. Вот, ну и, собственно, вот год спустя они по этой ручке почему-то решили возбудить уголовное дело. По словам представителей Следственного комитета России, у Пелевиной были изъяты документы, подтверждающие версию, что зарубежные антироссийские центры по финансированию массовых беспорядков причастны к попытке реализации сценария цветной революции в России. Сама Наталья заявляет, что ничего конкретного по этому поводу сказано не было во время допроса. Единственное, что я могу сказать, это то, что никаких противоправных действий я не совершала, что это, конечно, политически мотивированное дело, направленное там, и как против меня лично, так и против оппозиции, я думаю, в целом. Какая-то попытка, значит, очередной раз сказать, что мы все там американские наймиты, шпионы и так далее. Вот это главная подоплека, главная задача на сегодняшний день со стороны Следственного комитета и властей. 15 марта Наталья Пелевина должна явиться на очередной допрос. Другим новостям. Кризис в Сирии станет одной из центральных тем для госсекретаря США Джона Керри в ходе его визитов в Саудовскую Аравию и Францию. В пятницу и субботу Керри проводит переговоры с Эр-Риядом, после чего он направится в Париж. США и Саудовская Аравия входят в число 17 членов международной группы поддержки Сирии, которая выступает за политический переход в этой стране. Тем временем международная коалиция нанесла серию авиаударов по объектам производства и хранения химического оружия, принадлежащих так называемому исламскому государству. Информацию о его нахождении сообщил Абу Дауд, который считается специалистом ИГИЛ по производству химического и обычного оружия. Он был захвачен американскими военными в феврале в Ираке. Гуманитарные организации отмечают острую необходимость подготовки психологов для оказания помощи жертвам похищений боевиков ИГИЛ. Корреспондент «Голоса Америки» подготовил репортаж о том, что переживают в плену похищенные женщины-язиды. Нахид Баракаталавси. 17 лет. В 2014 году боевики ИГИЛ вошли в ее село на севере Ирака, перебили мужчин и похитили 28 членов ее семьи. «Самое страшное с нами случилось в Масуле. Девочек насиловали постоянно, их разлучали с близкими. А потом их отдали главарям. Нас избивали и насиловали на протяжении двух недель. Потом на меня положил глаз один из командиров и перевез в другое место». Похититель Нахид был убит, и девушку продали другому боевику ИГИЛ. Она забеременела и родила мальчика. «Мне помог один человек, дав свой сотовый телефон. Я смогла дозвониться до своей семьи, а потом убежать из плена. Но мне пришлось оставить своего малыша у боевиков». Подобные чудовищные психические травмы часто остаются без должного внимания. Но сегодня Нихад оказывает психологическую поддержку сотрудники фонда АМАР. Эта гуманитарная организация собирает средства на подготовку психологов в Ираке. «Эти люди перенесли столько всего, что не поддается забвению. На их глазах убивали, на их глазах тела рубили на куски и разбрасывали. Они слышали крики и плачь своих матерей, сестер и близких. Нам необходимо наладить всестороннее сотрудничество с различными партнерами, чтобы запустить полноценную программу реабилитации». Сотни изийских женщин и девочек до сих пор остаются в плену у боевиков. На этой неделе в ряде городов прошли акции в их поддержку. «Мы хотим сказать международному сообществу, что оно должно сделать что-то, чтобы вернуть нам наших матерей и сестер, чтобы оно спасло езидских женщин из рук террористов. С момента похищения прошло уже два года, но эту проблему мир игнорирует». Нихад стремится привлечь внимание к судьбам пленных езидок, рассказывая о своей судьбе. Боль этой юной девушки, когда она вспоминает ужасы пережитого насилия, видна и понятна всем, кто услышал Нихад. Как мы сообщали накануне, бывший член группировки «Исламское государство» передал британским журналистам досье на несколько десятков тысяч боевиков. Теперь становятся известны подробности, и об этом нам расскажут наши коллеги в Праге. Тимур. Имена 22 тысяч человек, живущих по всему миру, журналистам передали на обычной флешке. Подробности знает Сергей Берец. Бывший приверженец группировки «Исламское государство», запрещенной в России, передал СМИ карту памяти с документами на 22 тысячи сторонников экстремистской организации в 50 странах мира. Эти данные могут пригодиться спецслужбам Запада для предотвращения возможных атак боевиков, подобных тем, что произошли в Париже в ноябре 2015 года, когда от рук исламских радикалов погибло 130 человек. Информатор, назвавшийся Абу Хамидом, разочаровался в лидерах группировки и передал секретные сведения корреспонденту британского телеканала Sky News Стюарту Рамси в Турции. Мы сумели идентифицировать граждан 51 страны, от Америки до Китая. В списке много европейских стран, конечно, Британия. Полно выходцев из Северной Африки, арабских стран. Поражает глобальный характер этого движения джихадистов. Рамси говорит, что многие фигуранты файлов побывали во всех горячих точках джихада, от Туниса и Ливии до Сомали, Афганистана и Европы, а также в Турции и Сирии. Они не значатся в ориентировках спецслужб и поэтому спокойно перемещаются по миру. Человек, передавший документы, ранее состоял в свободной сирийской армии, а затем переметнулся в ряды исламского государства. Он говорит, что руководство движением в последнее время прибрали к рукам бывшие иракские военные, члены партии БААС, ушедшие в подполье после свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Их идеология и действия, по словам Абу Хамида, лживы и не имеют ничего общего с исламом и шариатом. Это побудило его порвать с группировкой. Ему не понравилось, что лидерство захватили иракские БААСисты. Он решил, что с него хватит и бежал, прихватив с собой карту памяти, которую выкрал у главы службы внутренней безопасности исламского государства. Ему было известно, что карта содержит важную информацию, но он не знал, какую именно. Документы содержат имена и клички членов и сторонников исламского государства, номера телефонов, данные о степени знакомства с шариатом, сведения о готовности стать мучеником, то есть подрывником-смертником, либо склонности воевать с неверными, более традиционными способами. Западные лидеры считают исламское государство более опасной организацией, чем Аль-Каида. А в десятках городов России прошел флешмоб под названием «Упасть за жизнь». В семь вечера в залах супермаркетов его участники должны были упасть на пол и пролежать так в течение одной минуты. После чего, как ни в чем не бывало, разойтись по своим делам. В чем смысл и что из этого получилось, к примеру, в Саратове, нам покажет Ольга Яковлева. За час до флешмоба Василий, координатор действия, инструктирует немногочисленных желающих, как правильно вести себя в супермаркете во время проведения акции. Молодой человек рассказал нашей съемочной группе о ее социальном месседже. Акция называется «Мы против налога на бедных». Сейчас мы пойдем в гипермаркет. Своим действием мы покажем, что произойдет, когда цены на товар повысятся. То есть, понятно, цены повысятся, начнется бедность. В итоге голод и смерть. Как и было задумано, молодые люди прошли в центр зала и вслед за координатором повалились на пол и пролежали там примерно минуту. Своими действиями они привлекли внимание как обычных покупателей и журналистов, количество которых явно превышало число участников, но и сотрудников полиции. Последние попросили ребят задержаться и проехать с ними в отделение для выяснения обстоятельств. В холле завязалась перепалка. Цена не сразу, что не был согласован. А зачем согласовывать? Это общественное место. Здесь обидно, что не знаешь. Как зачем? Это общественное место. Это флешмоб. Позднее дискуссия переместилась на парковку магазина, где сотрудники полиции даже уговорили одного из участников сесть в служебную машину. Однако его товарищи отказались ехать в отделение и всячески доказывали, что оснований для задержания нет. Полиция, явно смущенная обилием камер, не торопилась переходить к активным действиям и с каждой минутой сдавала позиции. Участники стали звонить своим родственникам и знакомым из правоохранительных органов и убеждаться в том, что действия сотрудников незаконны. После этого ребята приняли решение попросту уйти домой. Всем пока. Всем спасибо. Всем пока. Всем спасибо. Прошел флешмоб. Ольга Яковлева, Григорий Гришин. Настоящее время. Саратов. На спине небольшой рюкзак, в руках камера. Так, украинский путешественник Максим Заселян проехал автостопом более 45 тысяч километров. Теперь он и других учит путешествовать бесплатно. Своими секретами Максим поделился с Ульяной Кондрашовой. Это одно из десятков выступлений автостопера Максима Заселяна. Около года назад он запустил собственный проект о путешествиях. Желающих послушать Максима всегда полный зал. Это проект, проект мотивация, ну как бы, потому что само название, ну и сиди дома, это такой пинок очень жесткий. И мне же самому. В первое свое путешествие автостопом Максим отправился, когда ему было всего 14, поехал ночью на море. С того дня продуманные маршруты, туристические места и комфортабельное передвижение для парня чужды. Граница пройдена, 28-я страна. На моем счету Канада, привет. Путешествует Максим обычно сам, с полупустым рюкзаком. С собой всегда берет только телефон с приложениями, камеру и обязательно тройник. Начует где придется. Традиционная ночь под забором. Сегодня мы спим возле какой-то гостиницы. Вот там вот в углу. Надеемся, что нас не разбудит ни полиция, ни охранники и ни дождь, который вот сейчас нависает. Алексею рассказы Максима помогли решиться на экстремальное зарубежное путешествие. До этого автостопом или поездом парень катался только в пределах Украины. Раньше останавливали мысль о том, что это же сложно. Ну, стандартная мысль была у человека. Нереально получить документы, слишком дорого. Все, оказалось, все немножко проще и все возможно. Главное, захотите начать это делать. Западная Украина, Польша, Австрия, Молдова, Южная Украина. Это только приблизительный маршрут Алексея на два летних месяца. К первому своему зарубежному путешествию автостопом готовится и Артур. Бывал за границей только самолетом. Ну, как-то скучно, не знаю. Вот хочется чего-то нового. Планирую полететь в Германию к другу, а оттуда по автостопам в Альпу и вернуться через Чехию, Польшу, Украину. За три недели путешествий по Европе парень задумал потратить всего лишь 300 долларов. Сидеть дома не собирается и сам Максим. Он уже нацелился на Аргентину и Чили. Уляна Кондрашова, Николай Квас. Настоящее время. Киев. А можно полететь в американский штат Аляска. Там сейчас в самом разгаре одно из наиболее необычных соревнований Айди Тарот. Так называются ежегодные международные гонки на собачьих упряжках. По традиции маршрут в 2000 километров проложен под тем самым местом, где около 100 лет назад проходили старатели, привлеченные на север золотой лихорадкой. И, как и тогда, до финиша добираются только самые сильные и отважные. О ходе соревнований из северной романтики в духе Джека Лондона Вадим Алиничев. Гонки Айди Тарот знатоки называют самым экстремальным соревнованием в мире. Корни турнира, как и сам способ передвижения на санях-нартах с собачьей упряжкой, уходят в прошлое. Нынешние участники двигаются примерно тем же маршрутом, по которому в 1925 году отправилась спасательная экспедиция. Она доставила противодифтерийную сыворотку в город Ном на побережье Берингово море. За пять суток бесстрашные погонщики Каюры на перекладных через Пургу и Мороз преодолели более тысячи километров и спасли население городка от эпидемии. Хотя с годами на смену упряжкам пришли снегоходы и авиация, в 1973 году в честь того памятного события были организованы гонки по маршруту Анкоридж-Ном. Нынешний заезд был ознаменован необычной задержкой. Для старта упряжек не хватило снегового покрова. Поэтому в Анкоридж специально перед гонкой были доставлены 350 кубометров натурального снега. «В этот раз, по крайней мере, у 20 экипажей есть шанс выиграть гонку. Контингент из Норвегии очень сильный, ну и все те, которые всегда участвуют. Так что борьба будет ожесточенной, и мне не терпится себя испытать». Каждый экипаж насчитывает до 16 собак-лаек, выносливых и неприхотливых. Но даже они не всегда справляются с такой сверхнагрузкой. В отличие от времен Джека Лондона, с истощенными животными поступают гуманно и сдают в лазареты, разбросанные по маршруту. Работа погонщика Каюра — не только ухаживать за собаками, но и поддерживать у них хорошее настроение. Если псы постоянно грызутся между собой, такая упряжка не сможет работать слаженно. «Если на этот раз я не выиграю, это не вина моих собак. У этой упряжки, по моему мнению, есть все шансы стать победителем. А уж я-то знаю, какие собаки для этого нужны. Теперь от меня требуется показать миру, чего они заслуживают. Так что увидим. Я не могу ничего предсказать, кроме улыбки на моем лице. Это моя главная цель». Даже у лучших экипажей путь к финишу занимает 8-9 суток. Победитель сразу становится знаменитостью и кроме улыбки получит главный приз — грузовик-пикап и 70 тысяч долларов. Память о героическом прошлом исследователей Севера продолжает жить в несгибаемом духе спортсменов. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И это все на сегодня. Наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Я Юлия Аппел и команда «Настоящего времени» в Вашингтоне благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами. Завтра смотрите программу «Настоящее время. Итоги». Тимур, всего доброго. Смотрите. Дело Надежды Савченко. Голодовка, поддельные письма от президента и акции поддержки в разных странах. Почему в Украине отворот-поворот дают российским оппозиционерам? И дела военные. Российский оборонный бюджет сокращается, а НАТО обвиняет Москву в попытках расколоть альянс. Все это в субботу. В программе «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Поблагодарим коллег в Америке и здесь, в Чехии. Спасибо. Я Тимур Олевский. Оставайтесь с нами. С «Настоящим временем». Редактор субтитров А.Семкин